это сыр с голубой плесенью он будет с голубой плесенью и сначала нам нужно его подпортить нужно потыкать нам его нужно проткнуть потому что там где дырочки туда поступает кислород а там где доступ кислороду там разрастается плесень вот эта штучка можно делать или спицы как я делала раньше спицы послушать а это щуп от как он назывался эта штука я покупала термометр с таймером который оказался бракованный он стоил не помнили 800 рублей или 1000 на сравнении и он оказался браковану не буду вообще зато мне теперь это очень пригодилось я нашла применение потому что спицы для прокола на сырном сайте стоит ну такая штучка успеется понимаете спицы но она определенно там я не не помню два с половиной что миллиметра идет и толщина вот не помню как бы ну и не суть это а стоит она две с половиной тысячи я думаю зачем она нужна мы с мамой раньше вязали там там спиц полно всяких любой толщины ну не за дверь с половиной да как-то так хватит конечно без сонатизма иначе может развалиться сырок мы его поломаем вот когда мы приготовили сыр с голубой песни ну это у меня монблю или дорблю я не помню монблю на я его делаю понемножку потому что вот этот сыр он не предназначен для долгого хранения как только он созревает его нужно употребить поэтому его я делаю понемножку прям вот таким нескольким покупателям которые сразу купят то есть такими головками я не не делаю сейчас он белый и снаружи и изнутри абсолютно как мы его приготовили мы этот сыр немножко нужно просушить до полного высыхания там сутки допустим прикольной температуре а потом смело также на подоне на тарелочках убираем холодильник и не боимся что сейчас поползет плесень по всему холодильнику не поползет а вот после проколов мы теперь его убираем контейнеры и только после этого начнет нарастать плесень конечно наверное и без и без начнет расти естественно на страну начнет вылазить потом но не так как нам надо а так такой рисуночек очень красивый внутри плесень я имею ввиду растет там такими узорами сейчас по быстренькому делаю забираю а я не сказала ладно сейчас сырок вкусный некоторые прям просто боятся вообще плесень и сырок вкусный сыр такой когда у меня муж первый раз попробовал вот этот вот уже моего приготовления он прям помнят что как в советские времена продавался рокфор а это сэмон блю по типу рокфор как раньше была продукция настоящая прям говорит такой же очень вкусный ну как конечно устает с двух сторон уже сделала а сейчас покажу дырочки потом как такие этот сыр тоже наполовину козьего на половину корови думала не буду думала сезон у меня начнется только там когда когда козлят от пою сейчас набралось причем козьего на целую мою кастрюльку на и сначала еще сделаю халуми а потом я еще планирую пьяную козу сделать дырочки видно так и теперь и теперь мы убираем этот тренер и снова стилаем бумагой потому что может обязательно будет собираться конденсат и нужно после этого каждый день посмотреть там что конденсат будет на крышке на стенках контейнера протирать переворачивать сырок на другую сторону а так все убираем холодильник убираем холодильник начинаем обедать и потом убегаем а еще я еще у меня осталось халуми один кусочек остался отрезаю повезу с собой а я уезжаю бабушки я сейчас я же не сказала я обманул вчера на ночь глядя вечером щипалой не петухов и перепелок потом пошла в сарай до его кормила козлят и воду на ночь глядя все-таки девятом часу пошла рубанула утку селезня щипала стояла естественно сразу полезные мысли в голову зачем зачем я начала это все делать затеяла на ночь сырежные петушки очень захотелось халуми 7 на вечер но я осилила это тоже в пакетик и морозилку по стиму лежать он уже будет контейнеры стил так значит трубану я этого селезня в темноте там ходила в теплицу выковыривала его лапу себе отморозил ну я его чтобы он не страдал так бедный и замариновал вчера вчера не масло не оставалось подсолнечного вообще ничего муж потом весь он уже привез залила маслица под оливковое оливковое немножко было залила маслица потом чего чесночка грудинки я не стала разрезать я его разобрала естественно а чё тут осталось то приправы свои еще подсыпала это вот грудинки хорошие разрежу потом дома я буду так подумала а что делать то но маленький 2 рубить не вообще не хочется и я уже говорила я их оставлю уже до весны потому что ну мало ли что там да в смысле как они переживут вдруг опять сейчас такие будут под 40 морозы а одного нам мало ну хватило бы на один раз так ну очень скромненько да и мне пришло в голову опять сделать плов ну как опять помните у нас было время плов 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 но это было по осени потому что так это было вкусно так этого хотелось я как не спрошу что будем делать они плов я опять петухов режу что будем делать они плов и вот плов плов и все когда я показывала осенью это наверное да и с тех пор не то что я не показывала мы это больше не ели не делали плов но он уже нет хотя очень вкусно тогда было очень мы насытились этим пловом не хотелось мы про него даже не вспоминали а теперь я опять вспомнила о чем мне сделать вкусного пловчика У меня есть рецепт очень хороший. Я сейчас зайду сразу. Там в бабушкином доме магнит. Куплю апельсинчик. Чернослив нужен для этого плова. Яблочко. Очень вкусный. Вроде думаешь, плов и плов. Но зачем вот эта лишняя какая-то ерунда? А что без него? У меня тоже мои так. Я когда делала... Ой, а что? А если не положить вот этот чернослив, не яблочко и не замариновать там с апельсином. Что не так? Вот я им сделала просто без этого. А не, да, не так. Очень чувствуется. Не было у меня апельсина. Я сейчас забегу, куплю апельсинчики, замариную. Хоть часок он постоит с апельсином. И туда еще нужно, как уже сказала, чернослив и яблочко. Вообще рецепт айва. Ну, я яблочком прекрасно всегда заменяю. Но апельсинчиком обязательно нужно будет замариновать. Вот, я сделаю прекрасный пловчик. Мясо, естественно, порежу там, где можно помельче. Ну, потому что один нам мало, а на плов оно очень даже хорошо. Так, выбираем, как уже сказала. Не потому что жалко, а сама им там и порежу. Сама им там и пожарю. Помните, я показывала вот этот вот хитрый, как сделать, чтобы он был такой мягкий-мягкий, пластичный. Сверху он пожаривается. Внутри он такой сочный-сочный, такой текучий. Вот. Я им сама пожарю, потому что, если я им так передам, он и будет лежать. Ну, понимаете, жарить ему неохота. Неохота же. Так, молоко. Молоко, молоко я не продаю, поэтому бутылок у нас еще нет полторашек. А полторашек, потому что муж ездит за комбикормом. Какая связь, да? Молоко, комбикорм, бутылки. Да, у нас бутылки и комбикорм не в одном месте, но в одной стороне по дороге продаются. Но муж может ехать только по субботам за комбикормом. А сейчас посмотрю, может, где в интернете заказать, да? В принципе, оно не горит. Сейчас-то я его не продаю. Я про что? Он ездит по субботам, а где бутылки продаются, в субботу они не работают. Вот. И поэтому... Это я к чему эту историю? Короче, я людям так не наливаю. Это я, ну, наша бутылка, дети попили. Я ее, естественно, промыла. И молочко козье. Не коровье. Козье. И повезу. Поэтому такая, видно, бутылка. Вот. А так-то можно и посмотреть. Да, в интернете поискать. Хотела с собой брать еще сковородку. Но у бабушки откуда вот такие сковородки, как у нас, да? А знаю, что у бабушки учатница. Я вам покажу. Приду, начну готовить. Учатница, она еще ровесница моя. Я не знаю, может, она еще старше меня. Ну, я помню, мы жили в этой квартире. И всю жизнь вот эта вот учатница. И она такая вместительная под плов. Почему она называется именно учатница, я не знаю. Всю жизнь она у нас называлась учатница. Все. Так, я бегу на автобус. Все, я больше ничего не хотела взять, да? Не, ничего. И тащить не хочется. И, ну, так сказать, в магазин не забыть, зайти. А я не забуду, потому что он прямо в доме, где моя мама. Все, побежала. А, лампа-то светит, помните? Вчера? Вчера как раз я сказала, что у меня сломалась. А у меня сломалась не лампа, у меня сломалась эта штучка. Куда? Втыки. Ой, объяснящик из меня такой, да? Ну, я не знаю, как эта штучка называть. Я ее сейчас покажу вам. Я-то думала, лампа. А потом телефон села заряжать с этой штучкой, которую втыкивать. А, зарядка-то не идет. И тут я поняла, ну, слава богу, что так. Так что надо, так что нужно не забыть. Зайти купить. Это все рядом. И это все рядом, прямо там, с бабушкой. Штучка у меня, зарядка. Конечно, у нас этих заряжалок-то хватает в доме. Вот, я к Милане там присоединяюсь. Ну, лучше свое. Я не люблю так, когда я у кого-нибудь беру, когда меня дергают. Все, я выключаю лампу. Вот, вот эта штучка, как называется? И вот сюда втыкивать. Поняли, да? Я почти правильно говорю. Вот, а мне надо и куда втыкивать, ну, и шнур купить. Да, все, я побежала. Опять за гостинку. Будем готовить. Ну, держи. Попока. Выключи. Попокective. Может он еще там, возле нас? Не видно. Теперь мы стоим, дедушку ждем. Из магазина Индия. Приходите в гости, а я уйду. Приходите в гости, дедушка говорит. А меня дома нет, да, приходите в гости. Что он такое? Увеличено, я думаю, что так это. Ну и я же такие все время выжигала в детстве. Новоямска для жителей, потому что смотрят. У меня это, где-то выжигатель есть. А что это он изобразил? Ну, все это дом. Я поняла, может он прям конкретно чей-то изображал. Так, и поворачивайся, я тебе приветы буду передавать. Кому? Тебе. От кого? А вот и из Новоямска тоже. Ну, как бы раньше из Новоямска. Вот теперь думай, от кого? Ну, а потом куда-нибудь вышлишь. Чего вышлю? Эту. Снимки. Ну? Ну, конечно, ага, с моей этой. Прости, господи. Чего с твоей этой? Ага. Смотри, какой красавец. Да. Думай, от кого привет может. Ой. Не знаешь? Когда? Когда? Привет тебе передают. Кто может передавать? А, в телефоне? Нет. Тебе передали, а ты думай, а я тебе передаю, а ты думай, от кого? Не знаю. Не знаешь? Зверевы. Попова? Ну, сестра ее, которая в Москве. Галя. Это младшая там была. Да. Да. А ты с ней переписываешься? Мы переписываемся с Людой. Ага. И с Олей. Ага. И они все время приветы тебе передают, а я тебе столько не отдаю, сколько они передают. Ну, и ты им передавай тоже. Вот и я им передам обязательно. Сказала, что вот передам. Передай, ага. Ладно. Ой, вы посмотрите, что увидела. О, дедушка тут цветы. Да какие жирные, какие красивые. Вы посмотрите. Надо ж так. Ааа. Вы посмотрите, какая красота. А? Ну? Вы видали? Вот так немножко, то они к свету уже тянутся. Ааа. Да вы посмотрите. Жирнючие такие, красивые. Ого. Ого. Ни разу нигде не какое-то, чтобы подвяло, да, что-то там подпортилось. Ммм. Смотрите. Сам по себе вот этот цветочек, когда там маленький такой, незрачный. Да, здесь смотрите, какой у него красивый так. Куст. Цветы у тебя какие красивые, ты смотри. Что ты? Цветы у тебя красивые, такие жирные, прям блестящие. Доченька. А. Ну вот она, утятница. Это, ну, это со временем что-то здесь потемневшее. То есть, ну, понимаете, она старше меня. Может, она где-то по-другому называется, но у нас она так называлась. А у нас она так называлась, потому что, наверное, в магазине она так называлась. Так. Косточки уже убрала. Сначала и ножки бросила. Как стать-то. Так, мяско. Ну, так, более-менее. Так. Тарелка в мясе просто. Сюда мяско выкладывала, когда ножки. Сначала закинула ножки с телековой, но у них там ножки-то утиков такие прикольные, знаете, да? Такие небольшие окорочочки такие интересные. А потом уже эти кости вылезли, эти палки. Я дону их. И отделяла. Не представляете, я забыла чернослив. Апельсины купила, я бы купила, рис купила. И вообще про чернослив я даже не помню. А так мне прям хочется. Ладно, не помнила, иногда и не добавляешь. Ну и ладно. А сейчас так хочется сюда черносливчик добавить. Да, конечно, маленькая. Надо бы сковородку свою тащить. Сейчас может все эти морковки, луки усянуться. Как можно, не добавить ática. Минжерсину, аzie. Есть. Продолжение следует...